В эфире выпуск христианских новостей в студии Анна Коваленко. Здравствуйте! Коротко о главных событиях. В Сирию доставят статую Богородицы из португальской Фатимы. Сергей Риховский предложил способы противодействия исламскому государству. Большинство американцев не считают развод грехом. Католический епископ португальского города Фатима Антонио Аугусто решил проявить солидарность с гонимыми христианами Ближнего Востока, отправив в Сирию для поклонения статую Божией Матери. Как сообщает сайт Catholic Culture, иерарх отметил, что истребление христиан в регионе происходит на фоне безразличия со стороны международного сообщества. Город Фатима является одним из популярных католических паломнических центров. Член Общественной палаты Российской Федерации, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан Веры Евангельской и Пятидесятников Сергей Риховский, высказал свое мнение о причинах возникновения и способах противодействия исламским террористическим группировкам. Начальствующий епископ РОСХВЕ выступил на общественных слушаниях в Общественной палате России, посвященных противодействию деятельности исламского государства на территории Российской Федерации. По его словам, за последние 20-30 лет в нашей стране произошел некий ценностный сдвиг. Мы погрузились в бездну бездуховности. И на этом фоне на арену вышли фанатичные неофиты разных религий и конфессий. Епископ добавил, что Россия сейчас стоит перед выбором пути, поскольку у государства нет идеологии. Сергей Риховский отметил, что сейчас в исламе, как когда-то в христианстве, образовался некий вакуум. Бороться с этим церковь должна с помощью просвещения и увещевания. Форум Византия.ру объединил мастеров разных стилей. Российская Академия художеств, Московский музей современного искусства совместно с Национальным заповедником Херсонес Таврический на территории Древнего Херсонеса провели первый международный научно-просветительский творческий форум Византия.ру к тысячелетию памяти святого равнопостольного князя Владимира. Основными темами форума стали поиск духовных смыслов в современном искусстве и осмысление византийской традиции. Главная цель проекта – объединить мастеров, работающих в разных направлениях, но видящих главным стернем продолжение той уникальной традиции, которая идет из Византии, которую унаследовала Русь. По словам организаторов, в проекте принимают участие гости из разных православных стран, в частности, директор Музея византийского наследия острова Корфу госпожа Дайманте Ригакоу. Выставки в рамках проекта «Византия.ру» прошли в экспозиционном шатре рядом с руинами древнего Херсонеса, в залах музея-заповедника, а также в пространстве Свято-Владимирского собора, расположенного рядом с музеем. На фоне серии громких разрывов звездных пар, исследовательская служба Lifeway провела опрос с целью выяснить, как рядовые американцы относятся к разводам. Как оказалось, расторжение брака считает грехом менее четверти жителей из США. Осуждают развод из-за прелюбодеяния 39% респондентов, 38% не готовы разводиться, если двое больше не любят друг друга. Столько же участников опроса назвали неприемлемой причиной для развода отказ одного из супругов от брачных обязательств. 37% заявили о допустимости злоупотребления супружескими обязанностями. При этом 37% американцев говорят, что в любых из перечисленных обстоятельств развод – это не грех. Чаще других видят нарушение религиозных запретов расторжения брака люди, которые идентифицируют себя как христиане. Будем надеяться, что они основывают свою точку зрения о том, что это грех на Библии, говорит Скотт МакКоннелл, вице-президент Lifeway. Добавим, что среди тысячи опрошенных протестантских пасторов 61% назвали грехом брак без любви. Первая в Германии женская обитель Русской Церкви отметила свое десятилетие. В День памяти Алапаевских мучеников отмечала свой престольный праздник и десятилетие – первая женская обитель Русской Православной Церкви на германской земле. В обитель преподобной мученицы Елисавета, расположенной в живописном Бухендорфе вблизи Баварской столицы, стеклось множество духовенства и паломников. Как всеночное обдение, так и божественную литургию возглавил правящий архиерея Берлинской и Германской епархии, высокопреосвященнейший архиепископ Марк, отечески окорбляющий сестер обители. Согласно постановлению архиерейского синода Русской Зарубежной Церкви, архиепископ Марк возвел монахиню Марию в Сан-Игумении, что было радостной неожиданностью для всех присутствующих. Мать Мария стояла у истоков создания монастыря. Именно она отыскала здание, ставшее приютом не только для сестер, но и для множества паломников. Это были все новости к этому часу. Следите за развитием событий в нашем эфире. Хороших вам новостей и до встречи на ТБН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова